Здравствуйте дорогие друзья! Я Татьяна Григорьевичева, руководитель садового центра сияния в городе Барнауле. И сегодня мы с вами снова говорим про сроки посадки чеснока. Все мы любим выращивать чеснок. Это такая культура, без которой у нас никуда. Это и вкусно, это и полезно, это наше здоровье. Но у нас не умолкают споры, когда нужно сажать чеснок. Я уже несколько раз убеждалась в том, что ранняя посадка чеснока, ранняя, это значит в конце августа, дает намного крупнее головки из того же самого посадочного материала. Но многие сомневаются в такой ранней посадке чеснока и откладывают на месяц полтора, а то и на два, по той причине, что боятся, что чеснок прорастет и замерзнет. Друзья мои, у меня ни разу чеснок еще не пророс, как бы рано я его не сажала. Я сажаю в 20-х числах августа, и сегодня у нас 24 августа, и сегодня я буду сажать чеснок. Для посадки мне понадобится чеснок, который мы отбираем изначально, сразу после выкопки. Мы отбираем самые крупные головки, самые здоровые, самые крупные зубцы. Песок, биогумус, сияние двоечка обязательно. Использую его везде при посадке любых культур. Будь то рассада, будь то саженцы, земляника, чеснок, луковичный посев семян и так далее. Также можно им пользоваться во время роста, вегетации любого растения, просто как подкормку. Колышек для посадки чеснока, ну и, конечно же, перчатки. Эта грядка у меня подготовлена следующим образом. Здесь была дернина, на дернину поставили короба. Дернину я просыпала сиянием 3 и положила на дно картон. А на картон я уже насыпала землю. В эту землю я посеяла предварительно сидираты. Прямо сидираты буду сажать чеснок, делая колышком просто луночки, опуская в них головки и добавляя все, что необходимо. Я приготовила две миски для того, чтобы разобрать весь чеснок на зубки и разделить пополам в эти две миски. Половину этого чеснока из одной миски я посажу сегодня на два рядка вдоль всей этой грядки. А вторую половину чеснока я посажу через месяц примерно, в зависимости от погоды, на вторую половину грядки тоже два рядочка. Сегодня 30 сентября и прошло чуть больше месяца с моей первой посадки чеснока. Сегодня я сажаю вторую партию для того, чтобы проверить, как зависеть урожайность от срока посадки, от ранней и традиционной. И сажаю я чеснок, конечно, с добавлением всех тех же ингредиентов, которые применяла я в прошлый раз. Это биогумус, это песок и сияние 2. Я всегда говорю, что чеснок, посаженный в августе, у меня ни разу не сходил. Но когда-то бывает, случается первый раз, и сегодня вот тот самый первый раз у меня и произошел. Чеснок, посаженный месяц назад, у меня начал сходить, наверное, потому что погода стояла такая хорошая, теплая. Хотя каждый год практически в конце августа, в сентябре стоит теплая погода, бабье лето всегда радует. Но в этом году почему-то чеснок стал сходить не у меня одной. И это как раз повод для того, чтобы проверить, посмотреть, как он следующей весной выйдет, как он перезимует, как он будет расти. Или, может быть, он замерзнет, и как раз, я точно буду знать, зимует чеснок, если взошел, либо не зимует. И стоит так рано его сажать, или лучше не рисковать и посадить попозже, но получить гарантированный, но чуть-чуть более сниженный урожай, помельче головки. Вот зато мы будем с чесноком. Многие меня обвиняли в том, что я вас якобы заставила посадить чеснок рано, и поэтому он зашел. Но вы же помните, ой, какая была у нас длинная и теплая осень. Тепло стояло у нас практически до октября, до конца октября. И чеснок посходил даже у тех, кто сажает его в свои привычные сроки, то есть в конце сентября или даже в октябре. У меня чеснок в прошлом году тоже взошел, и я вам рассказывала, что я была очень рада этому факту, потому что я теперь точно наверняка буду знать, вымерзнет зашедший осенью чеснок или нет. Будет он расти весной, или уже мы останемся без чеснока в этом году. Так вот, мой чеснок, который взошел прошлой осенью, сегодня весной продолжает расти, как ни в чем не бывало. Я на эту грядку посадила 4 ряда, и абсолютно все луночки до единой взошли, и ни один не вымерз. Вы понимаете, что это значит? Что не стоит волноваться, если чеснок осенью взойдет. И что я хочу сейчас вам сказать. Тот чеснок, который я посадила раньше, сейчас он выше, лист у него шире, и в принципе эти растения мощнее, чем тот, который я посадила в конце сентября. Вот такая высота, вот такая разница. Этот чеснок был посажен в конце сентября, а этот чеснок был посажен в конце августа. Это говорит о том, что чесноку с осени нужно время для того, чтобы он успел укорениться. Такой чеснок, посаженный раньше осенью, весной уже с достаточно мощной сформированной корневой системой, начинает раньше всходить, быстрее расти. И вот так выглядит сейчас моя грядка. Посмотрите, сидираты здесь, они зимой замерзли, они здесь легли, они сформировали такую мульчу. И земля у меня под этими сидиратами сейчас не покрывается коркой, она остается рыхлой, она не пересохнет, и здесь не начнут расти сорняки раньше времени. Некоторые более грубые сидираты, видите, они так и не легли, они остались стоять, но они являлись здесь снегосодержанием на этой грядке. Что я буду делать сейчас? Я сейчас, по сути, ничего с этой грядкой делать не буду. Я мульчу эту, убирать не буду. Чеснок в прохладной почве любит расти, ему нужен достаточно холодный старт, и пусть он растет под этой мульчой, тем более она здесь не очень толстым. Я разбросаю на эту грядку гранулы конского навоза, для того, чтобы сейчас пока влажная почва, пока весенние дожди, гранулы эти растворялись, проникали в почву, и это будет первое необходимое питание чесноку. Наш эксперимент со сроком посадки чеснока продолжается, сейчас начало июня. Мало того, что этот чеснок продолжает расти, несмотря на то, что он зашел осенью, это просто самый страшный страх всех садоводов, что если чеснок осенью зашел, значит он замерзнет, поэтому его надо сажать как можно позже. Ничего не произошло, видите, осенью все стручки зашли, и сейчас он продолжает расти, как ни в чем не бывало. Так еще и самое интересное в том, что я в очередной раз убеждаюсь и вам показываю, что тот чеснок, который я посадила раньше на месяц, в августе, он толще, мощнее и выше, чем чеснок, который был посажен в сентябре. Вы только посмотрите, какие толстые, мощные побеги у чеснока, который посажен раньше. И какие тонкие и слабые стебли чеснока, посаженного в конце сентября, по сравнению с тем чесноком, который посажен в августе. Это август месяц, и мы давайте с вами будем завершать мой эксперимент. Для определения сроков уборки я оставляю несколько стрелок, не все стрелки удаляю, а стрелки, как правило, мы всегда удаляем, для того, чтобы все силы чеснока и все его соки были направлены на наращивание головки, а не на наращивание семян. Потому что если мы оставим стрелку, и тогда будет расти вот эта бульбочка, и чеснок будет мельче. Но несколько стрелок чеснока мы все равно оставляем для определения сроков уборки. Чеснок можно убирать уже с выпрямлением вот этой стрелки. Она обычно загибает, делает два кольца, и после этого в течение времени она просто выпрямляется. Когда она становится вот такой прямой и ровной, как стрела, то чеснок уже в принципе готов к уборке. Но либо дождаться ее растрескивания. Но вот такого растрескивания бульбочек, вот таких вот, когда распадается вся эта стрелочка, уже не нужно, конечно, допускать. И мой чеснок надо было две недели назад уже убрать. Я убрала весь свой чеснок, и результат моего эксперимента повторился вновь. То есть тот чеснок, который был посажен на месяц, раньше дал более крупные головки, чем тот чеснок, который был посажен на месяц позже. Поэтому не зря древние бабушки когда-то давным-давно говорили, что сажайте чеснок в конце августа, и вы всегда будете с чесноком. То есть они знали, что делали, и свой опыт передавали нам. А мы почему-то не прислушиваемся, придумали что-то новое, что нужно сажать как можно позже, иначе он взойдет и не вырастет и так далее. Поэтому сажайте чеснок пораньше, если хотите вырастить крупный чеснок. Но кто-то может сказать, что этот чеснок недостаточно крупный, и чеснок может вырастать более крупно. Согласна, но вы помните, куда я сажала? Здесь у меня была сплошная дернина, на которой много лет уже ничего не высаживалось, ничего не выращивалось. Прорыхлить я его уже даже не могла, поэтому я на этот дерн положила картон внутри этих грядок, которые мы сверху на землю просто поставили, и насыпала сюда землю. А потом посеяла сидираты, и вот в эти сидираты я сажала этот чеснок. Но в целом и эти головки, я считаю, достаточно неплохие. Но самое главное, тот момент, который я здесь проверяю, он у меня подтвердился снова, и я и вас призываю, сажайте чеснок в августе. Но если вдруг вы первый раз попали на наш канал и смотрите этот ролик, то я хочу вам сказать, что у нас есть сайт учебник садовода, где можно найти очень много информации об агротехнике различных культур, различные эксперименты и их результаты. А также у нас есть мобильное приложение, которое называется Садовый клуб Сияния. Вы его сможете совершенно бесплатно скачать на ваш смартфон, и тогда вы всегда будете в курсе всех новостей Центра природного земледелия вашего города. Вы сможете общаться с другими увлеченными садоводами, делиться своим опытом, задавать вопросы, а также легко сможете перейти на наш видеоканал, сайт учебник садовода, и узнать много другой полезной и интересной информации. Продолжение следует...